это вот висит у меня костюм от кошки вот вот видишь как подошла она ничего не нужно пошла все и прям аж рвет костюм и подмышки лезет вот догадайся что она мой костюм ну конечно она маленько вредит его а я наблюдаю за ней что это означает означает я вчера был в городе у меня были переживания вот а переживание это сердце сердце и значит более ощущение бьется я вот так думаю и подмышки а сердце это валерьяна какой-то запах связано где-то окошки любят валерьянку и все время так как только я схожу в город и бывают какие-то такие серьезные так переживания я их не показываю но сердце-то бьется прихожу только вешаю кошки сразу поднимается и подмышки начинает теребить костюм голову засунет там и кайфует то есть это для нее что надо ну вот опоздали просто она долго тут прям билла рвала мой костюм все ладно считать притчи сегодня утром притчи считаю и вот сегодня интересно я хотел сказать попутно переживанию посмотри от утренняя у нас как мама молитва ну начнешь говорить прелесть сейчас будут говорить прелесть какая прелесть а мы с молитвой только сошли пол время то пол шестого еще кончилась только молитва и вот поставил сразу вчера прислал прислали игорь барабаш привез фотографии выставил за ночь два ролика как в потеряевке концерт идет но не под замком сергей козлов он чувствует когда их нужно поставить поставит и фотографии 51 фотография но это не все дело в том что ночью сегодня пришло мне сообщение я уже не скрою вот впервые появился один человек да я еще не знаю его но сам по себе я думаю бы такого не написал но я его вот снял сюда смотри никифор дубровский там очень мелко у меня снимается я на 18 шрифт перевожу вот здравствуйте уважаемый игнатий тихонович первый раз сегодня 14 января 2015 года я часто захожу на ваш сайт и ознакомливаюсь с вашими довольно таки интересными познаватели материалами основанным на священных писаниях но спросить вас хочу вот о чем повторяю что я по совести отвечаю что я никогда этого человека не знал это от него первое сообщение и он говорит ну сказано мало ли людей как говорится своими мыслями то в интернете с некоторой периодичностью и частотой появляются достоверные видеоролики мало ли еще и друг говорит на которых вы без всяких вспомогательных конструкций приспособлений находясь горизонтальном положении летите на высокой скорости по небу на расстоянии приблизительно 350 450 метров от земли что уже само по себе является чудесным явлением не имеющим аналогов в современном мире поражая восхищая при этом многочисленных очевидцев и свидетелей правда немногим удается распознать вас по причине того что вы летите высоко и замечу очень быстро пожалуйста запятой нет я иногда так от кого получу переношу к себе ай отдельно у меня я все что мне идет все копирую и складывай по месяцам отдельные я влюблю просто заниматься архиварию работу вести объясните каким образом вам удается нарушать закон земного притяжения вот паря как птица в небе и при этом на большой скорости при ваших годах то это просто уму непостижимо уважаемый игнатий тихонович какие молитвы читаете перед тем как взлететь то есть он понимает что это не волшебство что это не ведьма на помиле летит я думаю я всегда когда читаю настороженно думаю сейчас конце он такие начнет говорить слова нет нет до конца говорит палка был по одному те и почему вы не размещаете ваши ролики вот то есть он уже понимает что это материализованное где вы парите на земле на канале в ю тубе мне кажется откажется многим зрителям это придаст еще больше уверенности в правоте ваших слов об истине которые вы проповедуете видимо об истине переправлю тут у него не знаю об истине которые вы проповедуете если можно пожалуйста прокомментируйте ваши так сказать чудеса полета ваших роликов ваших роликах на канале youtube полета в ваших роликах как причем тут ролики то кстати особенно ли вы например способны ли вы залететь до сахалина и обратно без посадки и можно ли с вашей помощью научиться летать может вы знаете какую-то особенную молитву по данному вопросу очень хотелось бы от вас услышать пояснение рекомендации с уважением никифор дубровский надо хоть один раз посмотреть он никифор то дубровский как выглядит то вот а никифор дубровский в друзьях его нет у меня ну вот теперь можем и даже глянуть немножко некоторые скажут вы придумали все это вот он а в галстуке добре ты да я его сейчас начну учить это как же так ну вот тебя на никифор дубровский у тебя видно его да еще перед ним тонар охлебнул лишнего врата небесно увидел открытыми да нет вот они водка у него значит но это ясное дело что не в друзьях еще ради этого он как раз какого пятерика вдруг увиделся но волшебней что я решил все таки сказать что это в самом деле я летаю но никто этого не видит это действительно это реально реально во сне конечно как это получается я сам этого не знаю вот я на все обращаю внимание и вот здесь а как вы летите но я говорю и почему то это все как будто бы какое-то невидимое идет соревнование и это при том повторяется и повторяется и повторяется 50 лет вот как я обратился к богу и с до того времени у меня начались полеты во сне вот стоят люди и я говорю ну почему же у всех такое земное то вы хватаетесь а за деньги все это тут колотитесь почему десятину то не платите десятину платить и больше десятина то у вас не торговлю храме не будет я отдельно молюсь а сопрена чтобы эту бомону то изгнали но одна торговля торговля и нечистая все это не восковое ну понятно кто послушает не православное не скажет но со своими свящами но мы-то православное я вот так разговариваю с ними то ну посмотрите вот у меня такая легкость это во сне говорю православное сейчас прелестью на тут прелесть но это во сне простите меня братья вот так вот я руки постираю и вот так вот и вот так только кончиками пальцев шевелю и в это время поднимаюсь над землей и на какой-то высоте замираю стою это же так легко а как легко до 7 раз в день молиться семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей псалом 118 164 это молитва парение на высоте я и блюню то во сне объясняю если не кифара то увидят ну я как бы из-за него я бы никогда об этом не говорил и при том это регулярно постоянно когда бывают какие-то диспуты где-то я бываю я 5 вот так вот а бывает так говорят ну как вы докажете то о чем я докажу то но вот вы можете прыгнуть могу а как я как-то считал что вот когда летят какие-то там ракеты или беспилотные самолеты перед ними заряжена карта и карта местности и она фиксирует если впадина она впадина и потом холм она над холмом на одинаковой высоте допустим 350 метров вот примерно так вот и она летит эффекты у меня точно так же я вот так распростираю руки и лечу и лечу и лечу и лечу до какого-то а все это как то с вами соревноваться то может у вас что-то нереально так не прыгают а я и прыгал я просто поднял руки и полетел и к верху или или горизонтально и вот сегодня число это 14 по новому новогодия по старому стилю вот какой-то этот никифор я что-то забыл что это означает разреши кого где я сюда заглянул потому что надо еще глянуть время тратишь неизвестно еще найдешь не найдешь конечно мне жалко что я не нашел комендарь посмотреть слова не типа а куда я взял кто-то у меня еще а вот он нашел его вот показатель видите как я делаю сразу пустяк какой-то написал человека я начинаю его уже ну смотреть слепой да глухой никифор никифор победоносец вот он никифор победоносец по-гречески и сколько бывает никифоров 1 2 3 4 5 6 7 7 полнота опять скажут вы думаете никифор победоносец но чем-то напоминает победитель георгий не то кажется не георгий там еще какой-то георгий земледелец победоносец ну вот как я летаю молитва если только это действительно так а то может как червяк ползаю тут идет особенно когда нападает на меня священники бывают архиереи вот какой я должности то удостоился принимать эти удары я всегда вспоминаю апостола павла вот сейчас я покажу какие мне мысли всегда приходят как обороняться бы от них надо но я им боюсь сказать волос я пишу с ошибками не вижу ну все равно вот апостол павел говорит 2 коринфянам 12 7 вот он говорит знаю человека во христе который назад тому 14 лет в теле ли не знаю вне тела ли не знаю бог знает восхищен был до третьего неба а тот некоторые обмирают рассказывать рассказывать нечего когда обмирает это пограничное состояние как говорит серафим роз где особенно летует князь господствующий воздухе и легионы демонов они ничего не видят сектанты обмирают обмирают теперь за собой кого-то тянут кого могли видеть так почему не увидели что вы не в церкви почему вам это там не показано был и вы были без креста без без пояса без поста живут десятину не платят и зная о таком человеке только не знаю в теле или вне тела бог знает как же он не знает павел то но не знает и все это нельзя сказать что он был восхищен в рай слышал неизреченные слова которых человеку нельзя пересказать нельзя они все пересказывают видели шли вот есть такое бег свои задали побег из ада и там один человек хороший а там говорит в аду много хороших такое такая фраза такой фразы он как таким человеком могу хвалиться собой же не похвалюсь разве только немощами моими я это постоянно говорю впрочем если захочу хвалиться не буду неразумен потому что скажу истину но я удерживаюсь чтобы кто не подумал о мне более нежели сколько вам не видите ли слышит от меня и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений дано мне жало вплоть ангел сатаны удручать меня чтобы я не превозносился я спрашиваю что такое ангел сатаны вы все знаете да не знаю я я православный мне еще знать то я открыл толкование смотрю это гонители епископ и священники которые на меня нападают за разное заразное там вот надо защищается в донбассе надо да вы разожгли там войну те которые патриоты то вы разожгли а теперь начинают войну туда толкать там ее не было войны то не разрешает на русском я попутно все это цепляю говорю то они нападают на меня я молюсь я молюсь господи тут у меня есть такие любимые хорошие священники я уж и молюсь там господи избавить я знаю они болеть будут что интересно нападает и немного погодя не пишут помолитесь я болею будете болеть но вы не умрете потому что я за вас молюсь я узнаю что у него жена больная ребенок я день и ночь молюсь анима он не знает меня хлешет здесь в ролике я не могу ему отвечать потому что это спор как один говорит диалог невозможен переходим сразу к оскорблениям я же не могу ему так сказать я молюсь за него у него нет квартиры но я молюсь и молюсь он мне нападает а моих глазах он по прежнему я знаю это бог допустил жало вплоть сатаны да что сатана ангел сатаны называется всякий гонитель трижды молил я господа почему ангел сатаны удручать меня чтобы я не превозносился это для меня польза то он несчастный этого не знает он и за меня это терпит то трижды молил я господа о том чтобы удалил его от меня от архиерея тут один нападает второй вижу поднялся в почае в этом что-то за меня взялись а я только молюсь они но господь сказал мне довольно для тебя благодати моя ибо сила моя совершается в немощи потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами чтобы обитала во мне сила христова посему я благодушенствую в немощах в обидах в нужных в гонениях в притеснениях за христа ибо когда я немощен тогда я силен я дошел до неразумия хвалясь вы меня к этому принудили а то говорят хвалитесь вам бы надлежало хвалить меня его меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов хотя я и что признаки и дальше апостол павел говорит о признаках вот там меня вы сектант вы по-сектантски это я сектант по-сектантски ну ладно мое православие не хватает чтобы вас убедить да я сектант но почему из тех приходит через меня православие через вас да вот вы никогда себя не признаете вы тут свои идеи любите почему андрей кураев это увидел и гнать и говорит не свое вот целые пласты открывает то что мы забыли давно а почему так потому что игнатий говорит свободе работает ему плевать на все ваши эти которые вы здесь придумываете законы главная библия нарушитель есть нарушитель кто бы не был хоть патриарх да вот в этом духовно я я червя не человек за одной плохой гоняетесь как давид говорил мне даже смешно что на меня нападает какая честь я вот попутно все это говорю потому что у меня столько примеров что охота сказать я одно время в уголовном розыске занимался но отдельно с нами занимался капитан никитин выходили и один парнишка пришел хорошая собака все я говоря какие данные у нее но вижу что конституция у нее хорошая то стать какая он говорит а вы знаете самых сильных собак барроле конечно а вы знаете вот есть динар такой знаю но нестандартный намного выше и вот а султана шиловы хозяин у всех бориса даже знаете знаю но но и причем тут это а дело в том что самые сильные собаки своей собакой сражались и как все ее победили мою собаку то есть я известный тем что меня все били я к чему вспоминаю я из тех которые все били баптисты меня били коммунисты били кагибисты били мусульмане били где а тут мусульмане сказали что я экстремист они доказать не смогли этого а ничего и нету вот православное били но мне не хватает только одного что патриарх ко мне в гости приехал или владимир путин я думаю он бы не заскучал как при жириновском и он в ялте там говорил как россии надо быть великой везде войска пододвинуть а я бы ему сказал чтобы россия была великой войска надо отодвинуть и вспомнить что валерия новодворская говорила перед всеми стать на колени как говорил еще солженицын россии было самое большое поражение когда выиграли полтавскую бит вот отсюда начались поражения то а не так что наши войска бы ставили в париже нам нигде не надо будет мы нынче были в париже без войск и везде мы успевали когда не было там гонений никого не взрывали и попутно сказать расстреляли там которые над мухаммадом и смеялись и прочее зачем они эти делали зачем хватали за уши чужую историю вмешивались везде они прямо просили этого конечно их жалко и прочее но они то тоже должны были знать с кем схватываются я попутно говорю и поэтому владимир жириновский говорит то у меня как раз тоже я думаю величие россии величие россии когда она на коленях будет не тысячи километровое пространство но в покаянии и в сердце и в уме пусть маленькое но христово братство вот у меня стихотворение от виктора играет но почему-то на которые стихи выставляют сегодня он играет на гитаре то мои стихотворение это и в них очень большой смысл заложен полет а посещение меньше чем другие ролики которые кажутся мне более меньше по значимости вот с чего мы начали говорить-то с кошки которая костюм у меня рвет слова сказать вот это все к слову вот у меня товарищи хорошие когда прошлом году мы поехали по поездка была по турции до лиссабона прибалтику и скандинавию вот где мы проехали то и говорили надо иметь карту мало еще будет карточка такая синенькая и на нее там деньги вот номер сообщите и сразу переведем у меня с разных концов страны сразу пошли сообщения заведите карточку только дайте знать мы вам переведем и как переведут копейки с машина сломалась они чего вы думали то вы машину то бросайте мы сейчас переводим вам деньги вы покупаете иномарку такую же и поедете ой-ой-ой-ой то есть миллионы да я таких денег не видал и не слыхал ну вот завели карточка она мне не действует и один взял перевел потому что за перевод по карточке деньги не высчитывают я книги переслал а он мне перевел я вчера пошел получил уже все и вижу где сумма то не то поменьше моста рублей пошел домой потом вернулся вернулся и опять кто и которая помогала мне получать я не знаю как пользоваться я говорю а почему мне меньше то дали то почему а сколько у меня лежало на на этой не на книжке она карточки то а у меня там ни рубля не было мне почему-то втемяшилось что там было год прошел уже получил я 20 января говорю получала у вас здесь карточку она зарядила сама отвернулась наберите код чтобы код не видели мой я не видела отворачивается и другим помогает точно отворачивается я говорю а сколько было сейчас переведу на компьютер эти с компьютер стоит подошла посмотрела у вас не было а вот 30 рублей с вас сняли за то что вас уведомили вот по этому телефону уведомили а 70 вы оставили на следующий 70 я это знаю что а 30 это за что а за то что мы вам на ваш телефон видите я сейчас проверяю на тик 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 я говоря вас не просил мне не надо уведомлять мне позвонили я пошел 30 рублей у меня минимальная пенсия пенсия бомжа верните мне она пошла там на компьютере набирает вот там документ вот бумага что сняли с вас услугу меня ее не было меня обманули обокрали на 30 рублей я говорю я прошу вернуть ну это уже вроде зафиксирует меня не касается у меня билайн снял тысячи пятьдесят рублей приспорили пили там какой-то эрудит сюрприз и рудит называется вот сюрприз преподнесли мне я говорю я вернул они вернули 900 сразу а 150 а потом 20 170 потом я подал в краевую вода краевую прокуратуру и в комитет по правам человека вернули на еще 20 рублей положили сверху дескать подавись собака ладно можем так они не думали я говорю я прошу вернуть она сразу к директору директор пришла и сколько ему надо она говорит 30 рублей но мне-то кажется 30 она бумажками начнет выдавать я еще не догадываюсь что я тут прихлопнут они меня надо докадать и она не стала спорить так и все женщина не мужчин тут нету женщина разумная если она поняла что зачем с ним связываться она подает сотни я думаю но все-таки сотни вернула она нет она сотню разменяла и вытаскивает копейками копейками по 10 по десятику то а как-то это так ничтожно выглядит бумажками как-то солиднее а копейка со 30 отдала мне я подгреб поблагодарил и пошел 30 рублей до любой меня кто слушает высмеет крохобор до крохобор написано кто него что ставит мало и мало по малу обеднеет а 30 рублей кирпич хлеба это немало я день проживу у меня нет ничего ни копейки прихода ниоткуда ни копейки 5608 рублей вся пенсия проживите на нее это платить за все надо но господь меня обихаживает я не голодный вот началось чего с этого костюма и началось вот с этой кошки беленький ты моя я из-за тебя начал сегодня говорить то но чё ты лезла ко мне под локти то под это ну-ка давай сюда вот он я сижу подмышки у меня вот так залезут на колени подмышки морду засонет и кайфует вот тут нету я дома не переживая на ничего нет костюм не трогает как не схожу в город если я приду нормально переживай никаких нету ни одна кошка не подходит а как если я где-то там переживала не прям подмышку там лезут и кайфуют он сидит так попутно показать хочу у меня нынче так слазь это у меня голубят или здесь отойди ну давай давай ой ой тяжелый какой стал да ты посмотри какой какой байбак флегматик ужасный лишний расслаб и не пошевелит но мышей ловит и вот у меня тут голуби сидят давай посмотрим первый раз не больные это не 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 лазарет а взял двух здоровых и она сразу снесла яйцо и села творить я ее с мужем принес оба породистые вот он сидит сразу подходи как он сидит где это его место тут вода закрыта вот он сидит вот он и вон она сидит на гильде паре он она сидит я сейчас спрошу туда и ну-ка можно нет она клюет виде вот гляди вот она никогда не клюет но на на гнезде будет клевать а это тоже гляди гляди ну-ка еще ну подожди 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 ой 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 ну там я встану что надо убрать за ними ночной туалет вытащить ну как это же одно удовольствие голуби понимаете куры когда гуси гогочит это быстро надоедает мы молимся а он воркует а он воркует ей говорит я здесь ты не бойся он очень вот только она сойдет он мигом занимает я открываю здесь двух кошек на чердак пшеницу вчера два мешка полных привез этот игорь барабаш вот слова все так слово сказать я просил отходов отходов а он привез целой пшеницы я говорю а почему пшеница то я же не просил для воробьев как орбить по я тащил они такие тяжелые мешки то я просил высевки там где сурепка сурепка это понятно сурепка это сурепка то что воробьям то почему потому что приезжал лет володя пищиков и отремонтировал и теперь у него очень чистые все идет ото поставил все могут есть тут у них песок с солью семечки подсолнечные горох вот они там сидят все еще раз открою да да вот давайте а то некоторые могут сказать на рост на него не живые там сидят манекены вот они вот они отдельно пшеница с горошком случаем вот она у них здесь вот могу даже выдернуть ее и показать как разделенная ту семечки а это горох лучше она то не любят надо знать что они любят вот а это отдельно ставлю песок с солью крупнозернистый это очень так редко издалека привезли мне его вот вот он сидит здесь ой нельзя затронуть даже на счет так вот ой ой какой выше у него воротник какой я могу его даже взять показать на счет такой ну ладно 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 телефон телефон сейчас сейчас вода твой какой хвост коричневый и какой воротник у него ладно подожди сейчас слава иисусу христу аллилуйя это мы договорились первые 5 секунд не включается и такой пароль у нас чтобы знать что я живой вот он сидит вот она сидит но хоть и щеки то покажи какие у тебя там или нельзя смотреть вот вот и к крещению даже она вывести а сегодня это 14 только января и вот утром воркает и воркает видите какая радость а спроси олигархи там какие-то что-то если у них такая радость когда ничего нет и такая радость это я вот затягиваю специально такая решеточка и чтобы они не избили кошки сверху придавливаю потом двух кошек наверх одну в подпол а их открывая они у меня летают везде газетами все застелил а началось вот чего началось с костюма вот